Моисей 46 глава Яков отправляется в Египет. Поймите, пожалуйста, что эти слова пишет Моисей. Моисей пишет эти слова для поколения людей, родившихся в Египте. Люди, для которых пишет Моисей, хотят знать все подробности того, что происходило с их народом. Их интерес гораздо больше нашего. Им хочется понять, как они попали в Египет. Им хочется понять, как семьи их оказались в Египте. Им хочется понять о том, что было с ними, что было с их прародителями. Знаете, есть люди, которые путешествуют по всему миру, собирая генеалогии, истории своей семьи. Мы читаем этот текст, и мы думаем, ну как это все скучно, к нам это не относится. А что, если бы это была ваша семья? Что, если бы это были ваши прапрабабушки или прапрадедушки? Что, если это были бы ваши родоначальники? Вот тогда книга эта стала бы гораздо более интересной. И Моисей это, собственно, и пишет к поколению Исхода. Он пишет, обращаясь к людям, которые вышли из Египта, потомкам людей, вышедших из Египта, которые очень хотели знать, как вообще их прародители попали в Египет. Итак, они все взяли с собой, и материальные свои владения, и скот, который у них был. Пятый стих 46 главы. Иаков отправился из Версави, и повезли сыны Израилевы Иакова, отца своего. В восьмом стихе мы видим имена всех пришедших. Для израильтян очень важно знать имена. И к концу 26 стиха мы видим, что пришло 66 человек. 66 человек, кроме самого Иакова, которые пришли в Египет. В 29 стихе мы читаем, Иосиф запряг колесницу свою и выехал навстречу Израилю. В Гесем. Собственно говоря, в Гесеме они будут жить. Перед нами великая встреча Иосифа и Иакова после стольких лет разлуки. Они встречаются, и описывается это в 46 главе, 29 стихе. «Увидев его, пал Иосиф на шею его, и долго плакал на шею его, и сказал Израиле Иосифу, «Умру я теперь, увидев лицо твое, ибо ты еще жив». Говорит он фактически следующее, «Все, я от жизни больше ничего не хочу. Если ты жив, и я тебя увидел, мы встретились с тобой вновь, то теперь я больше ничего от жизни не хочу. Ничего лучшего в жизни больше не будет. Я уже готов умереть, потому что получил я теперь все желаемое от жизни». И сказал Иосиф братьям своим и дома отца своего, «Я пойду, извещу фараона, и скажу ему, братья мои и дома отца моего, которые были в земле Хананской, пришли ко мне». Но здесь есть одна проблемка. Ведь эти люди пастухи. А египтянам совершенно неприятно будет их принимать, потому что в Египте пастухов, кочевников не любят, поэтому и поселят их в другой части египетской земли, египетской страны. 47 глава повествует о размещении семьи Иосифа в египетской земле и о встрече между Иосифом и фараоном. В 47 главе 7 стихе «И привел Иосиф Иакова, отца своего, и представил его фараону, и благословил Иаков фараона». Обратите, пожалуйста, внимание вот на это. Несколько лет назад один из наших известных американских телепроповедников сказал, что он будет участвовать в президентских выборах. И он решил поучаствовать в президентских выборах и участвовал. 25 лет назад это было, нет, 22 года назад. За него практически никто не проголосовал. Окончилось это все очень плохо. Когда я впервые услышал о том, что он будет выставлять свою кандидатуру на пост президента, я подумал, но зачем ему это понижение? Зачем ему понижение? Сейчас он проповедник Слова Божия, у него высший пост, а он хочет добиваться более низкого поста президента Соединенных Штатов Америки. Зачем ему это? Зачем ему понижение? Послание к евреям говорит о том, что высший благословляет низшего. И вот этот пастух из Ханаана, Иаков, встречается с египетским фараоном, владыкой-правителем величайшей страны того мира, величайшей страны второго тысячелетия до Рождества Христова. И Иаков благословляет фараона. Почему Иаков благословляет фараона? Потому что Иаков выше. Потому что Иаков больше. Потому что Иаков знает Бога. Потому что фараон велик лишь с материальной, со светской точки зрения. Духовное величие было у Иакова. Фараону нечем было благословлять Иакова. Иаков и так имел все благословения. Но фараону нужны были благословения от Иакова. Иакова было, что сказать фараону. Фараон спросил Иакова, «Сколько тебе лет?» Иаков говорит, «130 лет». Теперь смотрите, как смотрит Иаков на жизнь свою. 47 глава, 9 стих. «Дней странствования моего 130 лет, малы и несчастны дни жизни моей, и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их». И второй раз благословил фараона Иаков «И вышел от фараона». «И поселил Иосиф отца своего и братьев своих, и дал им владение в земле египетской, в лучшей части земли, в земле Раамсес, как повелел фараон. И снабжал Иосиф отца своего и братьев своих, и весь дом отца своего хлебом по потребностям каждого семейства». Понятно, что в это время еще не было хлеба, понятно, что голод еще продолжался, и Иосиф продолжал свою работу. Он и дальше заботился о египтянах. Но вот что произошло. «Иосиф принес процветание престолу фараона, потому что только у фараона была еда, только у фараона был хлеб, и люди отдавали собственность свое, владение свое, для того, чтобы сохранить себе жизнь». Об этом 47 глава, 20 стих. «И купил Иосиф всю землю египетскую для фараона, потому что продавали египтянам каждое свое поле». Казалось, что Египет столь велик и столь могущественен. Но Моисей постоянно напоминает израильтянам, «Вот почему теперь Египет столь могущественен». Потому что в свое время один из наших прародителей сделал Египет таким могущественным. Этого человека звали Иосиф. Могуществом Египет обязан именно нашему прародителю, Иосифу. Представьте себе иудеев, которые живут в Египте как рабы, иудейские рабы в Египте. И они слышат о том, что это могущество от того, что сделал Бог через Иосифа. 23 стих. «И сказал Иосиф народу, «Вот, я купил теперь для фараона вас и землю вашу. Вот вам семена, и засевайте землю. Когда будет жатва, давайте пятую часть фараону». 29 стих. «Иаков при смерти». «Иаков просит, чтобы похоронили его в Ханаане, и пришло время Израилю умереть. И призвал он сына своего, Иосифа, и сказал ему, «Если я нашел благословение в очах твоих, положи руку твою под стегно мое, и поклянись, что ты окажешь мне милость и правду. Не похоронишь меня в Египте, дабы мне лечь с отцами моими. Вынесешь меня из Египта и похоронишь меня в их гробнице». Иосиф сказал, «Сделаю послову твоему». И сказал, «Клянись мне». И клялся ему. И поклонился Израиль на возглавии постели. В конце жизни Израиль, Иаков, учатся поклонению, подлинному поклонению. В конце 48 мы видим, что происходит в последние дни Якова. Иосиф приводит к отцу своих сыновей, чтобы получить отцовское благословение. Иосиф ожидает, что отец даст большее благословение старшему и сыновению. Но этого не происходит. И бытие 48 глава, 12 стих. «И отвел их Иосиф от колен его и поклонился ему лицом своим до земли. Взял Иосиф обоих сыновей своих, Ефрема в правую свою руку против левой Израиля и Монасию в левую против правой Израиля. И подвел к нему. Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрему, хотя сей был меньший, а левую на голову Монасию». Иосиф ставит с этой стороны старшего сына, с этой младшего. А Иаков вот так поступает. Он перекрещивает руки. Иосиф. И он приводит Иосифа в недоумении и благословляет Иосифа в 15 и 16 стихе. В 17 стихе Иосифу не нравится то, что делает отец. Иосиф пытается поменять руки отца в 18 стихе. И сказал Иосиф отцу своему, «Не так, отец мой». А отец как бы отвечает, «Да, я знаю, я знаю, что ты хочешь сказать. Старший сын действительно будет великим, но младший сын будет выше старшего». И он благословил их. Откуда Иаков все это знал? Да потому, что Бог открыл. Иначе было бы не узнать. Иначе пророчества не бывает. Бог дает пророчества. Точно так же, как в свое время он показал Иосифу смысл снов, значение толкования сновидений. Точно так же Бог говорит Иакову о том, что должно свершиться в будущем. Ефрем младший становится первым, а старший Монасия вторым. Иаков говорит, «Я умираю». В 21 стихе «И сказал Израиле Иосифу, «Вот я умираю, и Бог будет с вами и возвратит вас в землю отцов ваших». В 49-й главе мы читаем пророчества Иакова о всех его сыновьях. Среди этих пророчеств есть очень важные пророчества. Одно из них — пророчество об Иуде, Бытие 49.10. Многие считают, что Бытие 49.10 — это пророчество о Господе Иисусе Христе. «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель отчресл его, доколе не придет примиритель» или «шейло». Примиритель тому, кому все это принадлежит. «Многие считают, что примиритель это и есть Иисус». Потому что дальше мы читаем «Ему покорность народов». Однако отошел скипетр от Иуды в 70-м году нашей эры. Есть и другие моменты, есть и другие толкования о том, что же такое скипетр. И когда этот скипетр отошел от Иуды? Возможно, и раньше. Возможно, он отошел, когда из Рахады Иудея попал в Вавилонский плен. Но уж точно в 70-м году нашей эры скипетр отошел от Иуды, но к тому времени примиритель уже пришел, пришел Иисус Христос. Мы подошли к предпоследней главе. 49-я глава книги Бытие. Мы читаем пророчество Иакова о будущем его сыновей и их потомках о двенадцати коленах Израиля. Мы говорили о том, как Иаков поклонился Богу. Мы говорили о том, как в свое время благословенен он был, когда получил эту хромоту. Он не мог уже больше бегать. Он должен был уповать на Бога. А теперь мы видим, как он снова поклоняется Богу. Показывая свою слабость, он оказывается великим. Вот что интересно. В Новом Завете, в послании к евреям, 11-я глава, мы видим великое повествование о святых Ветхого Завета, о делах веры святых Ветхого Завета. Иаков прожил жизнь полную приключений. Действительно, жизнь его была полна приключений. Он был в ссылке, он 20 лет не мог вернуться домой, у него было две жены, он вернулся потом богатым, он потерял сыновей, и к нему вернулись сыновья. Один из его сыновей стал правителем в Египте, он ушел в Египет, он умер в Египте, он стал отцом 12 патриархов, родоначальников колен Израилевых, чего только не было в его жизни. А о чем же говорит автор послания к евреям в связи с Яковом? В связи с жизнью Якова он ссылается на 49-ю главу книги Бытие. Послание к евреям, 11-я глава, 21-й стих. Верой Яков умирая благословил каждого сына Иосифа и поклонился наверх жезла своего. Что здесь так удивительно? Удивительно то, что Яков проявляет веру в то, что Бог будет совершать свое дело и в будущем без Якова, без помощи Якова. Яков всю жизнь жил, полагая, будто Бог будет делать свое дело только с Яковом, через Якова, с помощью Якова. А теперь ему приходится признать, он, Яков, уходит. И Бог может и дальше, и будет и дальше осуществлять свой замысел уже без Якова. Яков понял это только к концу жизни. Но чем раньше мы с вами это поймем, тем лучше для нас. Но, слава Богу, что Яков понял, по крайней мере, в конце своей жизни. Яков не яков Субтитры подогнал «Симон»